Всем привет, с вами Некрос, и сегодня я расскажу вам о том, что бывает в доте 2, когда забываешь про алхимика, особенно когда у него промакшена монетка. Начало игры меня уже порадовало, никто из врагов не пошел охранять верхнюю руну, и я недолго думая вкачал монетку и забрал свои легкие 400 голды. Потом я пошел на топ с колдуном, который играл на линии, и обнаружил, что против нас стоит соло СК. И тут я понял, что вместо того, чтобы гоняться за ним с банкой и станом, которым еще попасть надо, я решил, что в этой игре я буду фармить по полной, и стал максить монетку. Тем временем, на боте Редрик на Кинге забирает ФБ. Все шло как по маслу, и окончательно заплыв золотым жиром, я купил райт-кликом Shadow Blade и начал... правильно... фармить в лесу. Пока Матвей на Зевсе разрывал всем пуканы, я изящно фармил каждый миллиметр леса. И только потом появилась серьезная предпосылка к тому, чтобы все-таки выйти из леса и помочь отбить атаку двух наглых врагов под нашей же башней. Успешно справившись с задачей, я опять пошел фармить, пока ребята решали вопрос на других лайнах и готовились к пушу. Иногда я отвлекался на то, чтобы с помощью лотара убить загулявших героев. И порой это не совсем удавалось. Потом уже пошли небольшие замесики. Из-за обильного фарма казалось, будто бы сражаешься против ваты. Дело наконец дошло и до башен. Были попытки наказать нас за наглость. Но даже там, где Матвею приходилось хоть как-то задумываться о своей безопасности, я свой страх потерял напрочь. Ведь было уже слишком поздно. Двадцать пятая минута. У Алхимика четыре слота, а у соперников в рюкзаке хоть шаром покати. Не буду кривить душой и скажу, что ошибки тоже были. Мы с Редриком на Кинге почувствовали силу и благополучно отдались по одному. Но это было не критично. Поскольку итог игры и так был виден невооруженным глазом. И с огромным перевесом мы эту катку затащили. И на этом моя история заканчивается. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить палец вверх, рассказать друзьям и подписаться на мой канал. С вами был Некрос. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok